Фейерверки Как же получаются фейерверки в виде красивых рисунков, которые они перестают удивлять? Какой за этим стоит секрет? В сегодняшнем выпуске экспериментаторы передачи «Вот это да!» Нин Юань Янзе отправятся в волшебную зону производства фейерверков и при помощи специалистов исследуют секреты красивых фейерверков. Они изготовят и запустят самый сложный фейерверк с иероглифами, попробуют сами сделать реквизиты и отправят в небо фразу «С Новым годом!» Сейчас цветов и рисунков фейерверков великое множество. Самое сложное — это сделать фейерверки с иероглифами. Создание одного оборудования для пуска требует очень много времени. Хотя фейерверки с буквами и круглые фейерверки немного проще, для этого также требуются специалисты. А Нин Юань, у которого совершенно нет опыта производства и пуска фейерверков, выглядит очень даже уверенно. Нин Юань собирается взять железное кольцо и установить на него одноствольные фейерверки, соединить их с помощью фитилей и одновременно зажечь. Он надеется, что таким образом можно гарантировать, что фейерверки поднимутся в небо в форме круга. «О, я поняла. Вот так, по кругу. Потом, после пуска, тоже получится круг?» «Да». «А, какой ты умный. Давай скорее делать». «Давай». Экспериментаторы очень быстро разобрали целый ящик фейерверков, отобрали восемь и закрепили их на железном кольце с помощью проволоки. Затем Ян Зе измерила рулеткой диаметр кольца, вставила фитили и фейерверки и соединила их в центре. Так пусковая установка Нин Юаня была полностью готова. Готово. «Значит, мы сейчас вот здесь проведем еще одну длинную проволоку и можно поджигать». «Да, здесь нельзя пускать. Тут наверху очень много деревьев. Нам нужно просторное место». «Хорошо. Давай». «Пойдем». «Хорошо». «Отойди назад». «Отхожу назад». «Я собираюсь запускать фейерверк». «Ты собираешься поджигать, да?» «Отойдите все». «Все готово. Осуществится ли замысел в Нин Юаня?» «Все загорелось, загорелось». «Смотри». «Отойди, отойди назад». «Отойди назад». «Отойди, отойди назад». «Отойди, отойди», «Отойди, например». «Нин Юаня, а где круг?» «Где?» «Тry», « Ánh adult». Фейерверки, которые мы видели, вовсе не сформировали круг, как того ожидал Нин Юань Так как время взрыва и высота фейерверков были разные В итоге упорядоченной картинки не получилось Кроме того, это было днем Цвета, которые выбрал Нин Юань, были недостаточно четкие Поэтому наблюдать было достаточно сложно Давай так, пойдем найдем специализированную организацию, узнаем о фейерверках Давай поучимся Давай Пойдем, пойдем Чтобы решить проблему из предыдущего опыта, экспериментаторы пришли в корпорацию фейерверков Дун Синь, города Лю Ян Сотрудники провели их зону производства фейерверков, куда обычно посторонний вход воспрещен В целях безопасности эти производственные базы обычно строят в горах Вдали от живых районов Для производства красивых фейерверков нужно пройти многоэтапный сложный процесс Самое основное – производство взрывчатых шариков Когда мы пускаем фейерверки, различные рисунки и цвета образуются за счет именно этих шариков Это производство шариков Шариков? Да То есть взрывчатых шариков в фейерверке, да? Да, да Вот эти штуки? Именно И как их делают? Это изготовленный при рецепту порошок Порошок? Да, потом добавляем... Это очень похоже на муку, которую мы едим Точно По консистенции Да, потом мы берем спирт Это гранулированный, маленький Подождите, то есть сюда вы добавили это, спирт? Да То есть в мешалке перемешали и вот так получилось? Именно Нужно в соответствии с разной спецификацией делать вот такие большие То есть постоянно добавляете воду, спирт и получаются такие большие? Да, да Это и есть взрывчатые шарики, да? Именно То есть в небе они выглядят как разноцветные цветы? Все так Но сейчас они все серые, невзрачные, одного цвета Как же они становятся разноцветными в небе? Мы берем дозировку цвета, приходим в лабораторию, чтобы получить правильную дозировку В лаборатории, значит, только в лаборатории можно получить, да То есть от разного порошка разные цвета Именно так Мы увидели примерно одинаковые по размеру шарики По цвету они очень похожи Почему же после пуска они становятся разного цвета? В предыдущих опытах, так как фейерверки, которые выбрал Нин Юань Были не очень яркого цвета, их сложно было разглядеть А какого же цвета взрывчатые шарики разглядеть легче всего? С этими вопросами экспериментаторы прибыли в НИИ Дун Синь И обратились к профессору по фамилии Джен Узнав цель прихода экспериментаторов, профессор Джен сделал шарики красного, желтого, синего и зеленого цвета На выбор экспериментаторам Взрывчатые шарики и фейерверки обычно состоят из металлических соединений После горения происходит химическая реакция и получается цвет Если добавить в эти соединения различные химические элементы, пламя получает различную окраску Шарики вскоре были готовы Какого же цвета шарики будут наиболее заметны после возгорания? Это синий, это красный Это желтый, зеленый Уберите это пока Хорошо Хорошо, давай каждый зажжет по два Каждый по два Наступило время проверить технологии Смотри на цвет Хорошо После возгорания шариков четырех цветов были четко видны цветовые признаки Но сравнив их, мы обнаружили, что красные и желтые шарики наиболее яркие Мы хотим сделать несколько фейерверков, чтобы в воздухе получились разные рисунки Но сейчас мы сами этого сделать не можем Ни в коем случае не делай сам, очень опасно Давайте мы вам сделаем Давайте Отлично, отлично Какой цвет вам нравится? Давайте сделаем красного Красного? Потому что красный яркий и праздничный И к тому же очень четкий Да, да Хорошо Отлично Спасибо вам, спасибо С шариками и все понятно Но это лишь первый этап запуска фейерверка Дальше экспериментаторам нужно сделать пусковую установку Для этого они пришли в цех производства внешних цилиндров фейерверков В отличие от других операций, производство внешних цилиндров механизировано Рабочие используют эти аппараты для быстрого получения цилиндров Это внешние цилиндров фейерверков Они очень крепкие Выдерживают огромную силу удара от взрыва Мастер Джон Да, смотрите на наши цилиндры Да, это наши внешние цилиндры Такие крепкие Я так и знал, что вы принесете эти А, они очень хорошие Это цилиндры для простого фейерверка Сделанные из гофированной бумаги Для простых фейерверков Очень твердые, смотрите С виду хорошие Да Очень крепкие Смотрите на мои Какие хорошие Специально для фейерверка с буквами Но с виду почти то же самое Нет особой разницы Да Только цвет разный Это оберточная бумага У нее очень большая сила тяги Внешне они очень похожи Ощущение, что практически одинаковые Прочность тоже одинаковая Чтобы экспериментаторы увидели разницу Между внешними цилиндрами из разного материала Мастер Джун положил взрывчатый порошок и шарики в два цилиндра Ним Юань готовится их пустить Разный ли будет итог Давай, клади сюда на круг Хорошо Это цилиндр мастера, да? Да Хорошо, сначала зажим его, посмотрим Хорошо, отойдите все Отойдите Мастер говорит, что с ним все в порядке Три, два, один Поехали Вау Внешний цилиндр, выбранный мастером Во время запуска, лишь слегка покачнулся Скорее, иди сюда Осторожно А где хлопушка? А где хлопушка? Сейчас что-то взлетело Очевидно, что во время запуска Внешний цилиндр не выдержал Огромной движущей тяги при взрыве Случился разрыв И внешний цилиндр разлетелся Как видно, внешний цилиндр Нин-Юаня не удовлетворяет требованиям эксперимента Мастер Джун, да? Вы правильно сказали Наш этот не подошел Ощущение, что такой крепкий был Да, я пыталась и сжать Сжать было невозможно Очень крепкие Почему же так? Потому что здесь простая гофрированная бумага У нее плохая сила тяги То есть плохая сила тяги Для фейерверка с буквами или рисунками Обязательно нужна оберточная бумага У нее сила тяги другая Она взрывостойкая В нижней части фейерверка есть порох После воспламенения возникает огромная сила тяги И фейерверк отправляется в небо В этот момент от количества пороха Зависит высота подъема фейерверка в небо Относительно других фейерверков с буквами и иероглифами В них больше шариков Требуется большая высота Поэтому нужно больше пороха Обычный внешний цилиндр не может выдержать огромную силу удара Для успешного запуска нужен более крепкий внешний цилиндр С большой силой тяги Когда мы делали круг до этого Наша хлопушка после запуска трещала и не взорвалась одновременно Во время пуска фейерверка рисунком При неодновременном взрыве рисунка не получится Нин Юань считает, что фейерверки не загорелись одновременно Потому что фитили были разной длины Если длина будет одинаковая То и взрывы будут одновременные Чтобы подтвердить свою идею Нин Юань специально приготовил два фитиля одной длины Он установил их на внутренних цилиндрах двух фейерверков И сейчас он одновременно их зажжет Одновременно ли загорятся фейерверки При одинаковой длине провода Через ускоренные кадры мы видим Что несмотря на одновременное возгорание фитилей одной длины Все равно возникает временная погрешность И фейерверки не возгораются одновременно Что влияет на конечную картинку Чтобы решить вопрос одновременного возгорания Мастер Джун предоставил электронное спусковое устройство С ним экспериментаторы решили снова попробовать сделать круг в небе С помощью фейерверка Нин Юань и Ян Зе Очень скоро снова установили внешние цилиндры На железном кольце Смогут ли они получить цельный круг в этот раз? То есть сейчас мы все привязали Потом фитили привязали сюда Мастер, фитили нужно тут детонировать? Нет, вот там То есть еще один фитиль, которым надо управлять Мы знаем, что детонировать так близко немного опасно Есть общий фитиль То есть здесь все соединяется и все мгновенно взрывается Именно так Этот провод уже намотали Смотри, здесь у нас фейерверки, приготовленные Мастером Джуном Высота точно одинаковая Высота точно одинаковая, потому что подсоединили электронный пуск Время тоже одинаковое Да Мне кажется, что должен получиться круг Мне кажется, все окей Мастер Джун, давайте начинать Ладно Да, давайте Хорошо, приготовьтесь к обратному отчету Три Два Один Что? Что это? Мастер Джун, мы думали, что фейерверки будут выходить один за другим И получится круг Да Должно быть восемь точек Почему же их так много получилось? Давайте я вам объясню У вас круг из восьми точек В небо тоже выходит по точке Одна с отклонением Потому что при изготовлении фейерверка Одну точку трудно наблюдать Эффект не виден То есть слишком высоко и недостаточно яркости, да? Слишком высоко, есть перекос, определенный перекос Поэтому мы с помощью этих шариков делаем цельный круг Одна буква или один рисунок, все будет хорошо Оказывается, во время запуска фейерверка наклон вертикальный к земле Плюс, если цилиндры расположены слишком близко Шарики в воздухе накладываются друг на друга И упорядоченного рисунка не получается Поэтому нужно отрегулировать угол запуска фейерверка И снова спроектировать пусковую установку Мы хотим запустить иероглифы, но пока у нас не получается даже круг У нас есть такое оборудование для увеличения круга О, есть оборудование, есть Что же вы раньше не сказали? Пойдемте посмотрим Да Хорошо Спасибо Это и есть оборудование для получения круга Ничего себе Размер примерно такой же, как и у круга, который мы использовали после обеда Да, примерно такой же Мастер Джун, если запустить воздух, какой получится рисунок? Примерно 30 метров 30 метров 30 метров? Мы увидели, что это пусковое оборудование состоит из двух частей Трех стальных панелей На каждой панели под одним углом наклона сделаны отверстия Которые вставлены цилиндры Таким образом, после запуска в небо получается круг Если увеличить длину цилиндра Расстояние и время ускорения шариков при запуске увеличивается Также увеличивается первоначальная скорость отделения шариков из цилиндра Кроме этого, повышается расстояние и точность запуска Для фейерверка с рисунком увеличение точности запуска улучшает эффект Чтобы ясно увидеть влияние длины внешних труб на пуск Экспериментаторы нашли просторное место для проведения эксперимента Ребята быстро нашли подставку и шторку Прикрепили шторку и установили на расстоянии 15 метров от места запуска Я все же унесу эти фейерверки Три, два, один Поехали Да, это намного лучше Здесь есть дырки? Верно Если вот так запустить в небо, получится более сгруппированная маленькая точка Да, более яркая Да Мы увидели следы, оставленные шариками шторки, в основном в середине Они хорошо сконцентрированы Судя по пути запуска, после выхода из цилиндра шарики не разлетелись С увеличением длины труб шарики хорошо концентрируются То есть, чтобы шарики сформировали более четкий рисунок, увеличение длины внешних труб – хороший способ Ну а если запустить пусковое оборудование, показанное мастером по фамилии Джун, действительно ли получится круг? Мастер Джун Мастер Джун А, тут все, все готово, все готово, да Мы сегодня попробовали ваши цилиндры, на самом деле Виден эффект Хорошо работает Все сконцентрировалось в той точке Ладно, все готово, давайте запустим Хорошо, хорошо, давайте И отойдем подальше Чтобы более четко увидеть эффект возгорания, мастер Джун специально решил делать запуск вечером А мы подобрали маленький беспилотник, чтобы записать весь процесс запуска и картинку в воздухе У нас тут все готово, хорошо Приготовились Три Два Один Пуск Как же красиво Красиво Красиво, красиво Хорошо, хорошо Какой явный круг получился Да В этот раз при помощи мастера Джун мы наконец увидели в небе равномерный круг Видно, что пусковая установка для букв от мастера по фамилии Джун очень успешная Нин, Юань и Янзе очень рады Они хотят использовать подобный принцип для изготовления формы для иероглифов По сравнению с простым кругом, для фейерверков с иероглифами более высокие требования к размеру и точности формы Небольшая разница в угле может повлиять на конечную картинку Во время изготовления относительно простой установки для круглого фейерверка экспериментаторы столкнулись с массой проблем А теперь они бросают вызов более сложному фейерверку Получится ли у них? Чтобы изготовить подходящую пусковую установку для иероглифов с Новым годом, они пришли в Плотницкую Мне кажется, здесь можно реализовать наше новогоднее желание Да Смотри Пусковая плита, которую хочет изготовить Нин, Юань, состоит из трех уровней Сначала пишут иероглифы на доске в клетку Потом проделывают отверстия по чертам иероглифов Это первый уровень Потом в пропорции пишут уменьшенный вариант иероглифа и делают отверстия Это второй уровень Таким образом, когда на обеих досках устанавливают трубы, создается определенный угол Который может увеличивать иероглифы, пускаемые в небо Последний уровень — основная панель, которая играет роль опоры труб Чтобы гарантировать точность положения отверстий, они нарисовали на доске клетку с равной длиной и шириной И начертили точки для сверления по чертам иероглифов Готово Готово Непросто Теперь физическая работа Давай тогда ты Дальше Нин Юань сверлит по чертам на равном расстоянии Чтобы внешний цилиндр при входе в доску образовал определенный угол Нин Юань при сверлении каждого уровня делает определенный наклон Так как в этом опыте необходимо достаточно открытое пространство Экспериментаторы приехали в специально предусмотренную для этого зону Дзиньтань в городе Люян Здесь есть четыре ровные и широкие зоны, подходящие для эксперимента Ух ты Хорошо Вау Как много Давай разгружать Давай Осторожно Янзе, поддержи Хорошо, я тут поддержу Осторожно, это ведь взрывчатые вещества Хорошо Очень скоро экспериментаторы выгрузили из грузовика пусковую установку и фейерверки Чтобы успешно провести пуск, сначала нужно все собрать Поэтому одни разделили работу Янзе с рабочими вставила часть электронного пуска в нижнюю часть фейерверка А другой конец соединила с электронным пуском, чтобы максимально снизить временную погрешность А Нильюань отвечал за то, чтобы установить пусковые трубы и фиксировать их на пусковой установке Все идет по порядку После размещения пусковой установки Экспериментаторы сначала попробовали пустить иероглиф ГОТ Чтобы посмотреть эффект Наконец установили Да Так смотришь, очень даже похоже Да, хотя эти трубы с виду торчат странновато Я уверен, что если смотреть с места повыше, будет видно более четко Да Чтобы четко видеть процесс запуска фейерверка Экспериментаторы на пусковых трубах установили маленькую камеру И взяли беспилотник, чтобы заснять процесс Три, два, один, поехали Иероглиф наоборот смотрится О боже мой, мы совершили нелепую ошибку Да, нелепая ошибка Так как экспериментаторы стоят позади пусковой установки С их угла кажется, что иероглиф ГОТ повернут в обратную сторону Но, к счастью, с угла беспилотника записалась идеальная картинка Стоп, так, так Очень похоже на иероглиф ГОТ Вот здесь не так четко Вместе с этой формой Давайте вместе обсудим Принесите фонарь Отсюда Хорошо Вот так Вот эта труба пока не нужна Да Вот эта Тоже не нужна Да, эта труба не нужна Другие, кажется, без проблем Отсюда все же видно Смутный иероглиф ГОТ Верно, это ведь мы сами разработали Да Мне кажется, что если улучшить это место Улучшить это место Можно спокойно пустить иероглиф ГОТ Я говорю, самое главное Нам с таким трудом удалось спустить один единственный иероглиф Пойдем вперед встанем, не надо сзади В следующий раз пойдем встанем туда А если там стоять, будет видно? Там встанем Потом вот этот угол немного поднимем вверх Таким образом мы увидим вот такой иероглиф Верно? Ага Я поняла Поднять вот это, чтобы увеличить наклон Верно Под таким углом будет видно Ну что ж Хорошо, давай Давай скорее делать Экспериментаторы сняли внешние трубы Из пусковой установки иероглифа ГОТ И снова добавили фейерверки Посредством анализа изображения иероглифа ГОТ Экспериментаторы откорректировали пусковые установки других иероглифов Убрали слишком близкие друг другу трубы Использовали обвязочную ленту Улучшив положение труб с неподходящим расстоянием Перед последним запуском Они снова внимательно осмотрели Три пусковые установки Хорошо Завяжи плотно Посмотри другие места Никаких проблем в этот раз, да? Никаких, наверное все окей Значит все готово Один шанс, всего один Все хлопушки использованы Угол, угол нормальный Три иероглифа Все отрегулировано Без проблем, три иероглифа Я так волнуюсь Успех зависит от этого раза Пойдем, давай отойдем Пойдем Все готово? Готово Три Два Один Пуск С Новым Годом Ты заметил, что все иероглифы очень четкие? Да, это очень сложно Потом мы смотрим с этой точки Иероглифы смотрят прямо на нас Верно, верно Иероглифы как будто ожили Такие круглые Да, круглые иероглифы Хотя шрифт может не такой красивый Мы все же старались Ах, не обращаешь внимания на шрифт? Мне кажется, очень красиво Это точно Иероглифы очень четкие Да, смотри Мы потратили целый день Даже не один день Включая изготовление форм Да Мы потратили три дня Использовали 400 труб Потом постоянно исследовали И исследовали Именно И в конце все же успешно Сделали фейерверк Из трех иероглифов Верно, верно На ночном небе За три залпа Один за одним Появились три больших Красных иероглифа С Новым Годом Пуск прошел успешно Но это результат Усердных исследований Экспериментаторов Вызов мечте Фейерверки Тонкая техника Которая известна в Китае Несколько тысяч лет Это мудрость В которую вложили душу Бесчисленное количество Поколений людей По мере постоянного Совершенствования техники Фейерверка В будущем она точно Покажет себя В еще большей красе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова